В общем-то, я с большим интересом относился к Вашей трактовке неспециализированных прогрессистов. Но почему-то всегда считалось, что если узко специализирован и где-то на очень небольшом расстоянии находится, в небольшой площадке находится, то есть небольшой участок и небольшой реал, то это наверняка какой-то специализированный с точки зрения эколога вид. И он не имеет перспектив широкого. Наоборот, вроде бы тот, который с Вашей точки зрения терминальный, тот, который имеет большой полиморфизм, имеет большой реал, получается как бы наоборот, он имеет какие-то шансы на то, что что-то от него останется, если что-то изменится. Я понял вопрос. Вот. Но вроде бы получается, что если есть какие-то неспециализированные элементы устройства самого хромосомного аппарата, в этом Вы имеете в виду вот этот ход движения? То есть для меня как-то вот такое противоречие. Ясно. Я понимаю Ваше недоверие. Значит, я сразу по ходу доклада говорил, что надо четко... Есть три группы видов. Малоспециализированные, специализированные, среди которых выделяют широко специализированные и узкоспециализированные. Так вот, по сути, узкоспециализированные и малоспециализированные, они внешне, допустим, по величине ареалов, могут не отличаться. Но они отличаются по другому параметру экологическому. Узкоспециализированные обычно находятся на периферии, будем говорить, адаптивной зоны. То есть у них, ну вот если, допустим, температурные режимы, то у них крайняя, узкоспециализация по крайним средовым условиям. Понятно, да, о чем речь? А малоспециализированные, вот исходя из тех видов, которые я смотрел, анализировал, и у малярийных комаров, они как бы находятся в типичных условиях. То есть их адаптивная, узкая адаптивная зона не на периферии, экологической периферии, понимаете, да, о чем я говорю? А именно вот в этой тепличной зоне. И почему они не могут дать начало полиморфизму? Почему они дают вспышку в видообразование? Они не могут в силу того, что их геномы, вот, организованы так, и они, вот, допустим, гетерохроматин диспергируется по хромосомам, по плечам хромосомам. Вместе с гетерохроматином мобильные гены или мобильные генетические элементы также разбегаются. И там начинается все. Там вот работа резервон и перп, там и мутационный процесс, и хромосомные аберрации. Вот там и начинается, так сказать, адаптация к существующей системе. То есть это тоже происходит во времени. Но узкоспециализированные и малоспециализированные – это разные видовые системы. Вы привели, это примеры идеоадаптации. Почему Вы считаете, что тот же самый принцип лежит в основе араморфозов? Значит, я действительно, это идеоадаптация или адаптивная радиация. Все, что касается араморфных изменений, я могу только делать выводы по морфофизиологическим работам, которые проведены на оценке крупных таксонов, палеонтологов. Там я не говорю, что там применим этот подход именно по организации генома. Это более сложная система отношений. Здесь в чем заключается аналогия между араморфными изменениями? В том, что, во-первых, система стволовых видов и там, и здесь относится к малоспециализированным формам. И, во-вторых, что расширение или адаптивная радиация происходит на каждом уровне аэрогенной эволюции. Все, о чем я говорил, это, конечно, идет речь о бескородственных видовых комплексах. Почему об этом я бы сказал, что я могу надежно в филогенетические отношения только вот в этих трех-четырех групп достоверно сказать, что вот этот вид стволовой, вот этот вид терминальный на основе инверсионных отличий. По основному содержанию, в одному из элементов, я всегда с восторгом относился к вашим работам по комарам, и вот на этих картинках еще раз возникает, у меня все время постоянно этот вопрос возникал, значит, комары, в общем-то, мало различаются в морфологические этапы. Они различаются. И колоссально различаются по морфологии генетического аппарата. Ну, или как это бы там называют, по хромосомам, да? Значит, тогда получается, с моей вот такой общебиологической точки зрения, что, значит, эти различия по морфологии хромосом не такие уже важные. Значит, важно не то, как упакованная генетическая информация, а важна сама генетическая информация. А вы обращаете внимание на упаковку. И вот эта упаковка, то есть, и мы все, не только вы, мы все обращаем внимание на упаковку. А вот упаковка-то, оказывается, не такая важная. Это ваша потрясающая вот эта комаринная работа показывает вот эту самую, как мне нравится. Вот у вас сейчас отношение. Спасибо, Алексей Владимирович. Значит, действительно, вот эта группа анофилис, макулипанис, это виды двойники. Морфологические, ну, для акционалистов сложные, как вот по морфологии яиц. У групп неоногастер, там морфологические отличия более четкие для многих. И здесь я бы сказал так, что вот те, действительно, те вещи, которые вот здесь я преподнес, они касаются, конечно же, только систем, будем говорить так, физиологической адаптации, но и морфологической эволюции. И если говорить о том, что хромосомный полиморфиз не имеет отношения, это не неверно, потому что я экспериментально проверял температурные режимы тех или иных, существование тех или иных полиморфных вариантов, четкая связь с адаптацией к температурным режимам. Вот, это и сам реал показывает. Это показывают и такие параметры, как экологические различия. Не буду сейчас об этом говорить. Но это все не связано с морфологией, с внешней морфологией. Вот, и здесь это не значит, что хромосомные перестройки не имеют отношения к внешней морфологии. Но, допустим, геномные мутации у растений, там морфология четко проявляется, я имею в виду автополиглоиды. Вот, то есть я говорю только о тех объектах, на которых можно сделать такое заключение. Что касается эволюции морфологического уровня, то я совершенно согласен, что нельзя полностью вот этими моментами определять схему эволюции других форм. Но, еще раз подчеркиваю, я здесь хотел показать, что правило КОПа, которое как раз для морфологической эволюции прежде всего было сформулировано, оно работает на уровне вот таких малых группировок, близкородственных, где нет изменений в морфологии. Но оно работает, и правило стволовых видов, и эволюционно-лабильных, оно здесь хорошо проявляется. Продолжение следует...